Разим Сатаров В памяти десятки разных молитв, священная книга Хорана и несколько сборников с обращениями к Всевышнему всегда под рукой. С детства уважал старших, учился у них молитвам и праведной жизни. В первую очередь, мула должен быть верным Всевышнему. Если ты хочешь стать настоящим мулой, то никогда не должен воровать, лыгать, распивать спиртное. Разим Сатаров веселый, жизнерадостный, любит пошутить. Годы его не меняют, лишь добавляют морщин на лице. Всегда рука об руку со своей супругой Фатиме. Они опора друг для друга. Вот уже 64 года вместе. Самый мой любимый и близкий человек – моя супруга Фатиме Ханым Джелял Рамыскезы. Она тоже родилась в Крыму. Мы с ней вместе выросли в Севастополе. Сегодня у нас есть 8 внуков и 25 правнуков. Живем душа в душу. Судьба испытывала Разима Сатарова не раз. Он один из тех, кто прошел все тяготы Великой Отечественной войны и депортации. После долгой ссылки в Узбекистан на родину в Крым вернулся в 1989 году. Обустроился в Бахчисарае. Природой и пейзажами родины не может налюбоваться по сей день. После того, как мы вернулись на родину, мы забыли о всех своих недугах. Когда видим каждый уголок нашего прекрасного Крыма, душа радуется. Эти камни – хранители нашей истории. Этот забор строили еще наши предки. Поэтому с возвращением на родную землю наша жизнь обрела новые краски. У Разима Сатарова трое детей, восемь внуков и 25 правнуков. Старается каждому из них привить любовь к родине, языку и крымско-татарским традициям. Разим Сатаров любит, когда звучит в доме родной язык. Вот и обратился к нам с просьбой настроить у него вещание телеканалами лет. Разимаха – постоянный слушатель радио «Ватан Седаса». Теперь у него появилась возможность смотреть телеканал на родном языке. Спасибо вам, ребята. Приехали, все настроили. Я очень рад. Теперь с удовольствием буду смотреть «Миллет». Спасибо. Помните, чтить старейшин – наш долг. Ведь они хранители истории, культуры и крымско-татарского языка.